Здравствуйте всем тем, кто любит кино! С вами вновь на телеканале 24KZ, информационная программа о современном кинематографе, профиле. С последними новостями киноиндустрии вас познакомлю я, Дарья Александрова. С каждым годом появляется все больше фильмов. Современные технологии расширяют возможности режиссеров, благодаря которым они удивляют мир своей фантазией. Сегодня в нашей программе режиссеры современности делятся о планах на будущее и рассказывают о настоящем. Смотрите сегодня. Возобновлена работа над сиквелом фильма «Добро пожаловать в Зомби-Лэнд». К команде магов-иллюзионистов, грабящих банки, присоединился еще один волшебник. Хью Грант отказался участвовать в третьей части серии фильмов о Бридже Джонс. Тема зомби будет актуальна во все времена, поэтому неудивительно, что студия Sony Pictures решила вернуться к своему хиту 2009 года и начала работу над сиквелом комедии «Добро пожаловать в Зомби-Лэнд». К счастью, к сиквелу не имеют никакого отношения люди, пытавшиеся запустить сериал по «Зомби-Лэнду». Даже наоборот, на бумаге все выглядит более чем оптимистично. Во-первых, продолжением будет заниматься Рубен Фляйшер, режиссер оригинала. Во-вторых, сценарий будет писать автор «Годзиллы» Дэйв Каллахам. Пока остается открытым вопрос, вернутся ли к сиквелу Эмма Стоун, Джессик Айзенберг, Эбигейл Бреслин и Вуди Харрельсон. Основная загвоздка, конечно же, деньги. Ведь те же Айзенберг и Стоун заметно подросли в цене за последние пять лет. Напомним, что первый «Зомби-Лэнд» при бюджете в 23 миллиона долларов заработал в мировом прокате 102 и получил массовое одобрение среди критиков. Хит летнего сезона 2013-го «Иллюзия обмана» с похожим актерским составом, что и в вышеназванном фильме в 2016 году, обзаведется сиквелом. Сейчас проект переходит в активную стадию и в сюжет вводят новых персонажей. Вследствие этого продюсеры набирают новых актеров. Одним из таких новичков стал Дэниел Рэдклифф. Уж он-то даст вору всем волшебникам-иллюзионистам из первой части «Вошедшим в око» после всех испытаний и игр в кошки-мышки с ФБР. Выпускник Хогвартса сыграет сына Артура Треслера, миллиардера в исполнении Майкла Кейна, которого стражи обманули в первой части. Сейчас в Лондоне снимается сиквел «Иллюзия обмана». Сцены с моим участием будут снимать уже в декабре, а сына моего героя в сиквеле сыграет сам Гарри Поттер. Забавно ощущать себя отцом Дэниела Рэдклиффа. В оригинальном фильме Кейн воплотил на экраны образ миллионера Артура Треслера, махинации компании которого со страховыми выплатами стали достоянием общественности, благодаря команде талантливых иллюзионистов. В новой картине мы снова увидим группу магов-неудачников, объединившихся для осуществления банковских краж, осуществляемых прямо во время выступления на глазах у огромной аудитории. В ближайшее время мы также сможем увидеть Дэниела Рэдклиффа в фэнтези-триллере «Рога». Сегодня у нас есть возможность узнать подробнее о ходе работы над этой картиной из уст самого актера. Стоит отметить, что режиссер Александр Ажа скептически относился к тому, что главную роль в его новой работе будет исполнять мальчик, который выжил. Да и сам Рэдклифф до встречи с кинематографистом не был уверен на все сто в правильности этого решения. Однако личное знакомство режиссера и актера расставило все на свои места. Это удивительный проект, и это была первая картина после Гарри Поттера, в которой мне предложили роль. Поэтому я не знал, чего ждать наверняка, ведь до этого вырос в рамках одного проекта. Нам потребовалось всего несколько минут, чтобы понять друг друга. Чем больше мы разговаривали, тем больше понимали, что мыслим в одном направлении. Во время разговора он не лукавил. Ажа был честен и говорил все как есть. В конце встречи я знал, был уверен в том, что должен снять фильм вместе с ним. Напомним, что в центре истории триллера «Рога» простой американский парень, который просыпается рано утром с диким похмельем и обнаруживает, что у него на голове выросли настоящие рога. Вместе с рогами у героя появляется еще одно дьявольское качество. Теперь в его присутствии люди начинают говорить то, что думают на самом деле. И все грязные секреты оказываются на поверхности. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. И актер Хью Грант решил, что для серии фильмов по романам Хелен Филдинг наступает такой момент. После нескольких лет активного обсуждения сценария картины «Ребенок» Бриджит Джонс, актер в конце концов решил отказаться от участия в проекте. Слухи о работе на третьей картины популярной франшизы циркулируют в прессе с 2012 года. В прошлом году Филдинг представила третью книгу под названием «Бриджит Джонс. Без ума от этого мальчишки». И поклонники предположили, что съемки фильма скоро стартуют. Но Грант, исполняющий роль Дэниела Кливера, одного из близких приятелей главной героини, заупрямился. Я решил не делать этого, но думаю, сценаристов это не остановит. И фильм будет снят без Дэниела. Между прочим, новая книга о Бриджит превосходна, но сценарий от нее сильно отличается. По крайней мере, тот, который я видел пару лет назад. Впрочем, 54-летний актер, который известен преимущественно романтическими ролями, также признался, что оценивая свои прошлые работы, сейчас он с собой не слишком доволен. А некоторые роли даже ненавидит. Сейчас отказываюсь от многих ролей, поскольку чувствую себя просто слишком старым. И для работы над романтической комедией, и для шоу-бизнеса вообще. Сегодня Астану посетил известный спортсмен, актер, телеведущий Сергей Бадюк. Целью его визита стала презентация фильма об отечественной сборной страны под смешанным единоборством «Казахстан. Страна-героев». Изначально, когда возникала идея самого фильма «Страна-героев», я хотел снимать про тех мастеров, которые живут во всей территории бывшего Советского Союза. Я вырос все-таки в то время, мне уже много лет, и я никогда не делил там Украину, Россию, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Сейчас я не лезу в политику, и никогда не полезу, но Казахстан для меня родина, у меня жена отсюда. Я очень люблю Казахстан. Я, к сожалению, оказался здесь всего первый раз только этим летом, но когда я приехал сюда, я приехал на семинар, и я понял, что я должен снять здесь фильм. Съемочные процессы проходили в Астане, в Кокшетау, в Боровом. По словам Сергея Бадюка, ему особенно понравилась столица нашего государства. Это прекрасный город. Я когда сюда первый раз заехал, я смотрел, я говорю, боже, ну как это не снять? Ну как это не снять? Это прекрасная архитектура. Я ночью ходил по городу, я нигде не видел полиции. Я видел прекрасную молодежь, которая ходит, улыбается. Вот как-то, знаете, очень безопасный город, вот как-то очень дружелюбный, очень расположенный к приезжим. Я считал, что это надо снять. Это прекрасная страна, и здесь, к счастью, нет вот межнациональных проблем. Я когда снимал фильм, я заходил, мы на рынке ездили, мы ездили по всей стране, и ни разу, нигде я не почувствовал какого-то отношения. Ты русский, а казах. Ты таджики, а казах. Такого здесь нет, и это огромное счастье, ребят. Это очень важно. Казахстан – великая спортивная страна, поэтому там есть наследие еще Советского Союза. Тут прекрасные боксеры, прекрасные биатлонисты. Есть прекрасное наследие, но, к счастью, наследием только все не ограничивается. То есть здесь власть уделяет огромное внимание спорту. Они поддерживают спортсменов, они создают им все условия. Поэтому Казахстан, я считаю, одна из ведущих спортивных стран мира. При этом, я говорю, мы поездили, мы поездили здесь по всему Казахстану, мы посмотрели все, но, я вам честно скажу, мне иногда даже было завидно, насколько здесь качественно, все хорошо относится, насколько здесь ценят спортсменов, насколько здесь к ним хорошо относятся. Казахстан – великая спортивная страна. Честно вам скажу, вот спасибо Федерации ММА. Они, поскольку я всегда очень лимитирован, в этом году я снял 76 фильмов и программ, 76, ребят. Но на премьеру я приехал только сюда, в Казахстан. И если бы не Федерация ММА Казахстана, я бы здесь не был, ребят. Я искренне благодарен этим людям, потому что они делают великое дело. И что мне нравится в Казахстане, тут все делают одно дело. Великая страна мира и процветания, что сказать. По заверениям автора фильма, Казахстан – страна героев, получит широкое распространение в России. Его готовы показывать телеканалы «Боец» и «Бойцовский клуб». Ведутся переговоры и с отечественными телеканалами. Я Сергей Бадюк. Специально для программы про фильм. Наше эфирное время подошло к концу. В следующий раз я и мои коллеги расскажем вам вновь о том, что произошло интересного в мире киноиндустрии. А на сегодня все. Смотрите нас, и вы узнаете все о качественном кино. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok